Меры по поддержке тяжелого машиностроения обсудили на совещании, которое прошло на двух крупнейших промышленных площадках региона, предприятии КСК и Тверском вагоностроительном заводе. В разговоре приняли участие губернатор Игорь Руденя, руководители производств, представители РЖД, а также группа депутатов Госдумы, среди них и глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Сегодня Тверской вагоностроительный завод является одним из лидеров железнодорожного машиностроения. Предприятие выпускает электропоезда нового поколения, современные вагоны, подвижной состав для метро. Этот цех как нельзя лучше характеризует основные направления работы Тверского вагоностроительного завода. Справа от меня заказ для внутреннего рынка, для российских железнодорог. Прямо за мной заказ для столицы, для московского центрального диаметра. По сути это электрички, городские электрички. Ну и слева от меня, теперь уже знаменитый египетский заказ, который специально был разработан по просьбе наших друзей из этой арабской страны. Именно на площадке Тверского вагоностроительного завода обсуждалось развитие транспортной отрасли в новых экономических условиях. Участие в разговоре приняли заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов, генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа, замгендиректора ООО РЖД Анатолий Хромцов, представители федеральной пассажирской компании, предприятий КСК и ТВЗ. Как отметил Игорь Руденя, в условиях санкций импортозамещение должно проходить быстро, но безболезненно. Очень важна возможность параллельного импорта, который сегодня тоже дает возможность, немножко, немножко, но смягчить переходный период, чтобы не было таким жестким. Я уверен, что до 2025 года задачи, которые поставлены президентом, будут выполнены по импортозамещению, технологическому суверенитету. Кроме того, нынешние западные санкции стали самым настоящим окном возможностей для тяжелого машиностроения и вагоностроителей в частности. Внутри России резко вырос спрос на поездки по железной дороге, а значит у РЖД заметно выросли потребности в обновлении и расширении подвижного состава. Первоначально на этот год планировалась сумма заказа на Тверской вагоностроительный завод, это более 16 миллиардов рублей. В апреле месяце мы ее пересмотрели, и сумма заказа стала более 28 миллиардов рублей. Вагоностроители задавали вопрос, будет ли у них работа, но, наверное, мы понимаем, что она будет, если сумма заказа увеличилась. В ходе совещания Игорь Руденя выступил с предложением установить на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную стоимость для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые закупают сырье и комплектующие у малого и среднего бизнеса. Все это, вкупе с большим вниманием со стороны федеральных и региональных властей, позволяет Тверскому вагоностроительному заводу уверенно глядеть в будущее, в чем убедились гости предприятия, особенно после общения с заводчанами. Никаких сокращений не будет, что завод имеет хорошую перспективу, вот это очевидно вытекает. Ну и самое главное, коллектив, он конкурентно способен. ТВЗ – это наиболее яркий пример частного государственного партнерства. Это предприятие, которое имеет очень давние традиции, действительно в следующем году у него исполнится 125 лет, и очень хорошо, что последние 15 из них, или 20, это предприятие со всех сторон получало такую большую поддержку. Также в рамках визита в Тверь депутаты Госдумы Российской Федерации посетили промтехнопарк КСК и ознакомились с актуальными проектами импортозамещения компонентной базы для транспортного машиностроения. С учетом событий последних месяцев мы получили ключевой вызов закончить эту работу, и в этом и следующих годах мы ставим перед собой амбициозную цель полностью уйти от импорта и от зависимости от импортных комплектующих и сырья. Расположенные на площадке КСК предприятия специализируются на разработке и выпуске комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения. Сегодня здесь работает более 10 заводов. Создано 1850 новых рабочих мест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова